25 лет тому назад из Эфиопии в Израиль были тайно переправлены около 10 тысяч евреев. Акция вошла в историю под названием «Операция Маше». Для большинства эфиопов, доставившие их израильские самолеты, были воистину машиной времени, перенесшие их не только в пространстве, но и из одной эпохи в другую. Это была секретная крупномасштабная операция МОСАДА, авиации и флота Израиля. И продолжалась она несколько месяцев. Эфиопские ребятишки, родившиеся уже здесь, подняли сейчас на борт грузового самолета точно так же, как 20 лет тому назад их родители, дедушки и бабушки. Правда, было это не днем, а ночью в кромешной тьме. И не шумно и радостно, а в полной тишине. Много людей было в самолете? Да, очень много. Сидели на полу, стояли. Да, и все молчали. Мы не верили, что летим в Израиль. Почему? Нам это сказали вдруг, в последний момент. Тогда из Эфиопии поступили сообщения, что евреям древней эфиопской общины из-за притеснений правящего режима и голода грозит серьезная опасность. Тайной от эфиопских властей МОСАД подготовил операцию. И тысячи евреев из отдаленных деревень на северо-западе Эфиопии должны были пройти сотни километров пешком до Судана. И уже здесь, посреди пустыни, их ждали израильские самолеты. Старики, маленькие дети, все крепко держались за руки. Был сильный ветер от четырех незаглушенных двигателей. И солдаты стали коридором с двух сторон, чтобы люди случайно не попали под лопасти. В темноте, не видя, куда идут, они поднимались в самолет. Что было самым сложным с технической точки зрения? Технически самым сложным было лететь ночью в полной темноте и сесть в пустыне в кромешной тьме без взлетной полосы. Пелим – слоны. Прославленная израильская эскадрилья. Самолеты, которые принимали участие во многих сложнейших спасательных операциях. Достаточно назвать Энтебе в 1975 году по спасению более ста евреев-заложников в Уганде. Операции Машея, подобную ей Шламо в 1991 году. Тогда в Израиль переправили из Эфиопии еще 15 тысяч евреев, высоединив таким образом многие семьи. Вы участвовали в двух операциях. И Машея и Шламо? Верно. Кем вы были тогда? Во время операции Машея я был вторым пилотом. А во время Шламо – командиром экипажа. Какая операция была сложнее? Машея была сложнее. Она была секретной. Шламо была более открытой операцией, связанной с чрезвычайным положением в Эфиопии. Вы прибыли с операции Шламо? Да. Что вы чувствовали тогда? Хорошо. Я рада. Я была беременная тогда. И кто родился? Сын. Вот он, Ицхак. А сколько у вас детей? Десять. Десять детей. Десять детей. Да. И вот мой последний. Вы помните что-нибудь? Я была маленькой, с родителями и двумя братьями. В Израиле родились еще трое. Как вы устроились в Израиле? Мои родители не учились в Ульпане, как другие. Они были молодые и должны были зарабатывать. Поэтому сразу начали работать, где могли. Я единственная училась в интернате, потому что захотела. Но и остальные учились. Родители приспосабливались большим трудом, особенно из-за языка. Да, с одной стороны операция Маши Шламо, безусловно, гордость Израиля. А с другой, они породили много проблем. Израильтянам было нелегко привыкнуть к новым чернокожим соплеменникам. В Советском Союзе, если вы помните, даже словосочетание евреи-негр почиталось самым коротким анекдотом. И в израильских религиозных кругах до сих пор не утихают споры о принадлежности прибывших эфиопов к евреям. Сами они называют себя неизвестным коленом Израилевым, пошедшим от царя Соломона и царицы Савской. Сотни лет эти люди жили в глухих деревнях, отдельно от всех, соблюдали главные еврейские заповеди и подвергались гонениям, как чужаки. Из поколения в поколение передавались рассказы и легенды о святой земле Израиля. В Эфиопии нам рассказывали об Израиле, что там есть святой город Иерусалим, весь золотой, и что в Израиле живут одни евреи. Многие эфиопские евреи, так называемые фалашмура, все же ассимилировались, и в Израиле они поголовно прошли Гиюр. Правда, на зависть другим ускорены и облегчены. Нужно понять, что если мы, например, приехали из другой страны, то эфиопы в основном приехали из другого века, и скорее позапрошлого, 18-го. Это был шок. Все было другое, абсолютно не похоже на деревню, в которой мы жили. Все отличалось от нашей культуры. И было не похоже на то, что мы ожидали. Поэтому было очень, очень, очень тяжело. Мы были в шоке. В Израиле сейчас больше 65 тысяч эфиопов. Их число постоянно увеличивается за счет фалашмура, теперь уже настаивающих на воссоединении семей. Люди старшего возраста в основном сидят на пособиях. В лучшем случае, те, кто сумел хоть как-то одолеть еврит, сменили выходцев из России традиционных репатрианских амплуа – уборщиков, сторожей, разнорабочих. С другой стороны, многие эфиопы чувствуют себя в Израиле преданными и обиженными. Их самобытная африканская культура уже не вызывает у падких на экзотику израильтян умилений и любопытства. Почитаемые эфиопами духовные вожди общины – неудел. Кроме того, у израильтян нет такого, как, например, у американцев, опыта многолетней совместной жизни с людьми иной расы. Чего стоит только громкий скандал в 1996 году, когда открылось, что израильский банк крови уничтожает всю сданную эфиопами кровь из-за опасений, что она заражена спидом. Путь к сионистской мечте не услан розами. И эфиопы не исключение, а лишь подтверждение того, что прежде, чем стать израильтянами, все же приходится, если не все сорок, то лет двадцать походить по пустыне, пока не вырастут новые поколения. И вот они выросли. Учатся, служат в армии, работают в госучреждениях. Я вышла замуж, у меня двое детей. А чем вы занимаетесь? Учила специальную педагогику и работаю по этой специальности. И я очень довольна. А что муж делает? Работает в компании ТЭВА, изготавливает лекарства. Я была старше в семье, поэтому сейчас я единственная замужем. У меня есть дети. А остальные кто как. Одни после службы в армии, другие еще учатся в школе. Я сейчас работаю в муниципалитете Герцлии в отделе благосостояния и занимаюсь эфиопской общиной. Когда я приземлился после операции Маше и был очень взволнован, я поехал домой к отцу, ярому сионисту, и сказал ему, «После того, что ты построил эту страну из всего, что сделал, ты дал и мне возможность и привилегию быть сионистом». Он делал сионизм руками, а я летчиком в небе. В течение прошедших лет я много встречался с эфиопами, которых тогда привезли, и на разных мероприятиях, и случайно. У меня немало среди них просто приятелей и друзей. Многих эфиопов, солдат и офицеров я знаю по армии. Я лично стараюсь сохранить так или иначе эту связь на протяжении многих лет, поскольку это мне очень важно. Это наше будущее. Эти дети – будущее нашей страны. В отличие от их родителей, у этих ребят будет возможность выбора, где жить и на каком языке разговаривать. Но главное – жить. В этом смысл и значение операций Моше, Шламо и всех им подобных. Ведь государство Израиль провозглашает себя ответственным за жизнь всех евреев, где бы они и находились. Хотя уж лучше бы они приезжали в Израиль обычными рейсовыми самолетами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова